И всем привет, меня зовут Ритсу, сегодня мы играем в игру под названием Загадки старшей школы Сейши Наку, Japanese, как всегда, как я люблю, как я люблю играть в игры про японских школьников и не представлять, особенно в жанре хоррора, где нам, возможно, повстречаются различные призраки и прочая, прочая нечисть, которая может жить в этой школе, собственно, в этом и суть, в этом и суть, какие-то там призраки живут и так далее, какая-то нечисть, в общем, такой, так скажем, сюжет, сюжет небольшой, а что будет происходить, мы с вами сегодня и узнаем. Наткнулся я на эту игру совершенно случайным образом, игра от наших разработчиков, класс, класс, надеюсь, порадует нас контентом, персонажами и так далее. А перед тем, как мы начнем играть, напомню я вам в сотый раз, что в описании у нас лежат ссылки, сидят, ждут вашего клика на мои социальные сети, также не забудьте подписаться, подписаться также на канал, если вы этого до сих пор не сделали по какой-то причине, также не забудьте поставить лайк после видео, если оно вам понравится, но мы, в принципе, полетели. Летс гоу, начать, начать играть. Слухи разжигают любопытство в людях. В старшей школе Сейшинаку прокатилась волна-история призрака. Отовсюду слышны возгласы, о боже, это правда или серьезно? Кто-то до чертиков боится, кто-то смеется до боли в животе. А я? А я понятия не имела, что этой ночью буду молиться о том, чтобы остаться в живых. Фу, страшно? Страшно? Задники, конечно, смешные. Школа Сейшинаку находилась на крайне нашего города. Это было самое обычное учебное заведение, которое не выделялось чем-либо на фоне остальных. Вообще ничего особенного, разве что... Разве что... Тут учился мой друг, Абекадум. Абекадум. Однако фамилия Абе довольно часто встречается здесь. Поэтому я зову его по имени. В ответ он тоже стал так делать. Ох уж эти японцы своей вежливостью. По именам только после свадьбы называют друг друга. Что читаешь, Ай? На парте лежала раскрыта книга. Я показала ему обложку. Призрак возмездия? Дай угадай, это еще один мистический детектив? О, ты понял, ты по одной одноцветной обложке? Как? Я знаю тебя достаточно долго, чтобы быть в курсе твоих предпочтений. Нифига себе. В последнее время ты прямо зачитываешься подобным. Что поделать, если мне интересно? Хм. А я для тебя интереснее книги. Нифига себе вопросы, бро. С чего это вдруг? Да или нет? Почему ты спрашиваешь? А почему ты отвечаешь только вопросами? Бро. Что за наезд такой, а? Дружище. Разве это неудобно, когда не хочешь давать ответ? И все-таки? Не знаю. Может быть? Это что, новая игра, в которой нужно завалить собседника вопросами? Ты первый начал? Ты первый начал? Да ты... Ааа. Прав? Я всегда прав. Проиграл. Ха-ха. Прости, не мог уступить твоему напору. Так значит, я тебе интересен? Проигравшему ответов не положено. Туда его туда. Ах, вот как-то. Попытаюсь другим путем. Хочешь сегодня отправиться со мной в приключение? Конечно. Мечтаю. Мечтаю. Что? Какое? Ты же в курсе слухов о духах в школе, да? Предлагаю провести эту ночь вместе, бро. Вот так сразу вместе, прям. Вот в одной школе? Наедине, вдвоем, ночью? Ничего себе. Интимная обстановка такая, вместе с духами. Ты ведь не откажешь мне? Значит, ты имеешь в виду... Ага. Понаблюдать за ними лично? Вот оно что. Месяц назад в Сейшнаку распространили слухи о призраках, появляющихся при полной луне. Якобы задержавшиеся допоздна участники клуба видели их своими глазами. А позже в школе стали находить утром предметы не там, где они оставались вечером. Пипец. Реально, работа призраков. Работа призраков определенно. Очевидцами были популярны старшеклассники, поэтому доверие к историям резко выросло. Ты ведь любишь мистические истории, так? Хочешь стать героиней одной из таких? Предлагаю реальный опыт, и только этой ночью. По совершенно низкой цене. Совершенно низкой цене. Ну, ему надо маркетологом быть. И правда, сегодня сошлись все звезды на небе. Каждый год я покупаю календарь, на котором отмечены фазы луны. Когда утром открывал листок, увидела следующую надпись. Полнолуние. Первый день появления призраков. Но там было кое-что еще, что не давало мне покоя. У меня плохое предчувствие. А? Из-за чего? Сегодня по календарю неблагоприятный день. Да ладно, а в какие же еще одни призраки выходят к людям? В хорошие, что ли? Ах, ладно, ты прав. Ну, блин, докопался-то своими призраками. Не бывает их, не бывает. Не существует их, понял? Разве не говорил, что всегда прав? Сигма. Что более важно, твои родители и беспокоиться не будут. Им нужно сделать какой-то важный отчет. Вчера даже домой не пришли, спят прямо на работе. Даже не знаю, повезло тебе с ними или нет. Им просто нет дела до меня. В таком случае решено. Что мы собираемся делать? Хе-хе, ты увидишь? Как оказалось, план Кодума был прост. Дождаться вечера и спрятаться в школе. Но более странного места для укрытия даже не представить не могла. Где? Где? Давай, полезай. Я так и знал, я так и знал. Вот я прям чувствовал. Я хотел сказать, но подумал, блин, не можешь же быть так очевидным, да? Давай, полезай в шкаф, полезай в шкаф. Чего? Зачем? Чтобы нас не нашли, конечно же. Ты же только что закрыл дверь. Долго объяснять. Я сделаю же дубликат ключа охранника. Давай не будем рисковать. Значит, нас могут найти? Эх, была не была. Найдем сразу из шкафа и мы залезем. Я или пролезла в тесный душный шкаф. Черт, мы как эти. Как кто? Как дети малые. В шкафу прячемся, бро. Школьники. Вы школьники, вы есть дети малые. Для меня, по крайней мере. Для пожилого человека. Я пытался отвлечься от неудобной обстановки. Вообще, если подумать, каких призраков мы хотим найти? Вообще, любых. Но как узнать, кого искать? То есть, ты читала мистику и никогда не интересовалась, что за призраки поселились в твоей школе? Прости, я почти не общаюсь с большинством учеников, как это делаешь ты. Эх, на самом деле, я слышал так много об этом, что слово, словно не знаю ничего, что ты имеешь в виду. Слухов очень много. Очень. Настолько, что некоторые из них противоречат друг другу, рассказывая об одном и том же. Кто-то говорит, что было одно, а другое, что все было вообще не так. Третий вообще не понимает, что это было, но он точно уверен, что не первое и не второе. Ох уж эти школьники, блин. Никогда нельзя доверять школьникам этим. Они сейчас постоянно кого-то всех обманывать пытаются. Ай-яй-яй-яй, плохие школьники. Как-то запутаны. Не то слово. Единственное, в чем все сходятся, это то... Это то... Тише, кто-то идет. Я замерла, наблюдая через щель за вошедшим. Старик в форме подходит ближе, он же не видит меня, правда? Сердце сейчас выпрыгнет из груди. Как мне оправдаться? Скажите, что дверь из шкафа заела? Нет, не пойдет. Начинаю спрашивать, как мы тут оказались. Тем временем дед пошел к окну, что-то посмотрел и ушел. Ну, до свидания, дедуля. Мы подождали еще несколько секунд, затем выдохнули. Кто это был? Кто охранник? Кто еще это мог быть? Хотя... Хотя, может, это уже призрак пришел? А, призрак. Кажется, проверял, закрыты ли окна. Значит, у нас уже настало время ночного обхода. Думаю, больше он сюда не зайдет. Убираемся. Так, в чем все сходятся? А? Ты про что? Про слухи? Мы их обсуждали, пока не пришел охранник. Да? Так. Сейчас пробую вспомнить. Кадум неловко почесал затылок. Кадум? Ну и имя, блин. Кадум. А, все согласны, что это было рук дело мистики. Правда? Ага. Например, если слышали лечиты шаги, то это точно приписывали не человеку. Ожившему трупу, оборотню, кукле, но абсолютно не человеку. Страшно, блин, не пугайте меня. Потому что людей в том месте не было. И тут произошло это. Ох, вот так вот. Нееет. А это кто? Не знаю. Это совсем не похоже на шаги того деда? То есть, хочешь сказать? А ведь ночью в школе больше никого нет, кроме охранника. Может, это кто-то из учеников? Проверим. Мне страшно. В коридоре царила гробовая тишина. Куда бы кто-то мог уйти? На выход? Давай проверим соседний класс. Тише, мне кажется, я что-то слышу за той дверью. Похоже, кто-то разговаривает. Кто же это там? Не похоже на голоса взрослых. Может, мы идти. Так, что тут у нас? Когда мы открыли дверь, нас встретила вполне себе нормальная картина. Девушка сидела верхом на парте, а рядом парень на стуле. Ля, здравствуйте. На кого-то вы мне напоминаете? Я видел этого персонажа на скриншотах. Кого-то она мне очень сильно напоминает. Синие волосы, знаете, такая форма, школьные очки. Ого, здесь есть еще люди. Здравствуйте. Слава богу, это не призраки. Жесть. Слева настоящий Сигма. Тру Сигма. Гигачат. Знакомые лица? Ты их знаешь? Ребята, приветствуйте. Это Тачибана Ай, моя одноклассница. Сувино хорючее. Хорючее. Но для тех девушек можно просто хорючее. А тебя? Бронифигано серьезное. Смотрите на нее прям. Я, сука. Я с... Ну, хорошо, как скажете. Интересное имя, да? Точно интересное имя. Подожди, почему ты говоришь, что это интересное имя? В чем оно интересное? Вы же японцы, как бы. Это же нормально. Вот так. Так. Вы тоже пришли сюда поглазить на призраков? Да. Честно говоря, мы не думали, что еще найдутся безумцы. Блин, реально. Безумцы. Психопаты. Безумцы? Вы имеете в виду то, что мы провалились в школу ночью? Нет, не совсем это. Развстреча с призраками является чем-то нормальным? Призраками? Мистики не существует. И мы пришли сюда, чтобы доказать это. Нормально. Вы пришли сюда. Это твой друг? Это твой друг? Хорючее. Доказать? Лучше доказательство увидеть все своими глазами. Хочу утереть нос за знайком, которые твердят, будто это правда. Но ведь снято куча документальных фильмов про них. Болван. Это просто срежиссированные картины. Простите меня, я, сука, сама. А можно по имени? Можно просто перейти сразу к... К более такой личной. Точнее, более... Как сказать это? Ну, короче, можно вас по имени называть? Какое у вас имя? Идиот. Ну, какая тебе сама? Если бы я была госпожой, то взяла бы слуги кого-то более умного. Вы простите, вы полностью правы. Я сама. Все в порядке. Пока что и ты можешь быть полезен. Жнать сейчас сама имеет высокие ждания, значит, меня я рад. У них какие-то странные отношения. Да ладно, что странного-то? Так что вы делаете здесь? Ждем призраков. Разве не утверждали, что их не существует? Вы знаете байку о гневном Йокая? Говорят, он появлялся на этом этаже в полночь при полной луне. Но, полагаю, вам не будет интересно ждать вместе с нами. Можете пойти к остальным. К остальным? Вы здесь не одни? Вы больше никого не встречали? Тогда вам точно стоит с ними увидеться? У вас какие-то там госбастерс тут, не знаю. Целый комитет по, так скажем, разоблачению слухов? Или что у вас происходит? Еще больше людей пришли в школу ночью. Кажется, мы не одни такие любопытные. Позовите, если увидите призраков. Призраков не бывает. Вот увидите. Я гениально Чван Ли Ваяско докажу это. Чван Ли. Чван Ли. Интересное имя. Чван Ли похоже на какой-то, знаете, на китайский имя или корейский. Ну, больше на китайский, наверное. Хотя, думаю, если все они все-таки появятся, то вы точно услышите вопли. Вот этого... Я вовсе не боюсь. Вот этого. Мы вышли из класса, как бы тут вдруг... А! Нифига вот. Нифига она прикольный выглядит, конечно. Интересный у нее дизайн такой. Мне нравится. Болотный цвет чисто такой. Она такая, наверное... Я, блин, извини, типа... Школьница перед нами испуганно отшатнулась. Привет. Ты тоже следуешь школьной аномалии? Эй, как тебя зовут? Не совсем уверен, но вроде бы тебя я видел в каком-то классе. Не хочешь познакомиться? Я Кодума, это Ай. Мы тебя напугали? Извини, если это так. Хочешь с нами походить и посмотреть на призраков? Вы определенно умрете этой ночью. За что? Почему? Я не хочу... Я не хочу убирать. Мне, кстати, вот этот Кодум кого-то напоминает. Я не знаю, вот такой... Внешность своей кого-то напоминает. Я вот не могу понять, кого. Прям как будто я где-то такой уже... Подобного персонажа видел где-то. Бросит эти слова, а девушка срывается с места и бегает на лестницу. Не поск... Не это, не упади. Что за? Ха. Какая странная. Ты понял, почему она это сказала? Честно говоря, нет, но знаешь... Не стоит говорить всему, что слышишь. По некоторым людям видно, что у них не все дома. Почему? Пипец. По внешнему виду, не суди. Не суди по первым впечатлениям. Может, эта загадочная девушка пыталась до нас что-то донести? Загадочная. Какая же она загадочная. Суси. Она даже не сказала нам свое имя. Интересно почему. А что, если ты был призрак, а? Что, если ты был призрак? Хотя он говорит, что он ее видел в классе. Тогда вряд ли. Так, пойти... Да в классе уже мы там 20 раз были. Поднем на первый этаж. Начнем снизу. Пойдем вверх. Вестибюль встретил нас оглушительно тишиной. Стоит заглянуть во все открытые двери. Так, ну пойдем... Пойдем к выходу. Хочешь выйти? А вы хотите выйти? Подожди, я не знаю на самом деле. Ну, давай попробуем. А, мы все равно не сможем это сделать. Дверь от школы закрывается на ночь. Да ладно, ты струсила, мисс Тефан. Как... Как ты меня назвал? Ну, мистический фанат. Круто. Понятно. Выбор без выбора. Выбор без выбора. Выбор без выбора. Затема. Спортзал. А? Кажется, дверь открыта. Но почему? Не знаю. Может, охранник качает мышцы по ночам? А почему бы и нет? Как бы, если бы был охранником на самом деле в какой-нибудь школе, то я куда... Ну, никто не приходит. Мне кажется, неплохо, знаете, там, если... Там хорошее оборудование есть и... Всякий инвентарь хороший, то я бы... Я бы тоже сюда пошел. Почему бы и нет, как бы? Кто тебе запретит? Скорее, что заминает спину. Хотя этот дед, конечно, вряд ли, да. Но если он там, лучше не заходить. Рискнем? Let's go. Я ничего не боюсь. Нормальные мячики, а что они с лицами? Точнее, почему вообще у мечей лица какие-то есть? Кто их нарисовал тут? Девять шепот. Тихо, кто-то вошел. Эй, твоя рука на моей груди. Ты сама положила ее. Тебя так волнует, сводит с ума. Что происходит у вас тут? Кажется, я слышу кого-то за той корзиной с мечами. Ой-ой. Больше нет смысла скрываться. Ля, принцесса какая выскочила. Что вы там делали за корзиной? Что вы там делали, а? Что вы там делали? С кем вы там делали? Привет. Дай угадаю, вы пришли посмотреть на призраков? И правда, значит, вы тоже? Приятно с вами познакомиться. Я Чика. Эй, Чика. Эй, Чика. Это мой парень Санака. Ля, ватафак. Доброй ночи. Он не похож на того, кто, знаете, так отреагировал бы на то, что там... Он якобы случайно положил руку ей на грудь, да? Вау. Невероятно. Он, знаете, такой он чисто... Ну, что там, блин, ребята? Такой крутой, короче, парень. Ебикуни Чика из 2Б. Я слышал о тебе. Что-то это специально было сделано? Ой, правда? И что же? Если не ошибаюсь, встречалась с Мишей из своего класса. Миша. А, Миша. Тот приезжий крошавчик. Мы с ним расстались пару недель назад. Не сошлись с характером. Миша. Наш, наш слоняра. Почему? Почему? Не понравился наш богатырь русский? Как она так быстро нашла нового парня? По ней не видно? По ней не видно. По-моему, для нее вообще абсолютно никаких проблем не будет найти с любого парня. Мое имя Кадум, а это Ай. Мы просто одноклассники. Стой, я только сейчас понял. Я только сейчас понял, Кадум, наоборот, будет мудар. Кадум, наоборот, будет мудак. Да мне только сейчас дошло, спустя почти 20 минут. Серьезно? Только сейчас до меня дошло, Кадум. Подожди. Как его зовут? А, 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 как, а, а... Я забыл, как его, как его имя. Я забыл, как его по имени зовут. Блин, как его зовут? Кадум. Я понял, Кадум. Мы просто одноклассники. Вот мы познакомились, Чика. Пойдем спать. Сейчас не время, уже скоро полночь. Мы пойдем охотиться на призраков. Но я не хочу. Хочешь, я тебя взбодрю, волью в твое тело жизнью энергию своими руками? Опять? Не так лень. Давай, давай, пойдем обратно. Прошу прощения, мы скоро к вам вверх присоединимся. Ай и Кадум. С нетерпением будем ждать. Еще одна странная парочка. Ну, каждый проживает молодость так, как ему хочется. Это правда. По-моему, тот парень вообще не хотел сюда приходить. Да, дреме санаки. Дрема санака, дрема. Поняли? Он типа, он типа, короче, хочет спать. Он такой уставший. Дрема. Мне кажется, он просто смирился со своей судьбой. Его судьба... Ты имеешь в виду... Ебеку, не чику? Не думаю, что их отношения продлятся долго. Я слышал, что до Миши она встречалась с Кацузаке. А до него, как минимум, еще с четырьмя парнями. У нее должно быть очень сложный характер, раз она ни с кем не сходится. Ну, это не нашего ума дело. А может, зайти обратно в спортзал? Ну, нет. В столовку. В столовую не заперта. Наверное, охранник ходит попить воды. Да куда эта охранник ходит? Охранник уже давно спит, блин, лежит там. Ему вообще по барабану. Он уже наелся, напился и спит. Надеюсь, он не знает, пока мы будем там. Но не успел я войти, как кто-то резко ударил меня под дых. Кто? За что? Я еле смогла поднять голову вверх, чтобы увидеть водавшего. Че? Кто вы такие? Фига себе. Это женщина? Это женщина-боец? Ты целай? Порядок. Эй, я дважды повторять вопрос не буду. Яка думая, это Айм. Пришли посмотреть на призраков в Сейшанаку. Пх, не на кого тут глазеть. Отправляйтесь домой. Но тебе же известны слухи. Господи, вы верите в это дерьмо? Лучше забудьте, пока я не начала его выбивать. А сама тогда, почему ты здесь? Это не ваше собачье дело. Проваливайте. Какая злая? Ну, принц злая. Иди молочка попей. Пойдем, Ай. Хорошо. А, напоследок. Как тебя зовут? Какое вам до меня дело? Ору я. Ору я. Ну, я вижу, что ты орешь. Я вижу. Я понял. Кадум из вежливости отвел меня за руку обратно в вестибюль. Далеко не вся наша школа дружелюбна. Да? Ты удивлена? Ты хоть знаешь, с кем мы столкнулись? Это же Осока Аруя. Одна из главных хулиганок Сейшнаку. Стоит в местном суке бане. Групповом движении девушек-бандиток. Ты могла не заметить, но у нее были с собой ключи. По-моему, кстати, я помню, что сеттинг этой игры происходит в 90-х. Да, поэтому как раз таки тогда в Японии вот это все было популярно. Вот эти все девушки-хулиганки. И, в принципе, вот это... Ну, короче, крутые, я знаю. Ну, короче, так, короче, так, короче, короче, как... А-а-а, все, вы поняли. Короче, дело к ночи, блин. А? Какие ключи? Не знаю, может, Аруя жалует какого-то работника столового, чтобы проникнуть в школу ночью? Иначе говоря, она не может... Можно крыть черный вход, чтобы мы не залезли до утра, когда откроются двери школы? Не думаю, что она сделает это только для кого-либо. Если честно, я все еще не могу понять, что Аруя здесь делает, если не верит в призраков. У меня предчувствие, будто мы скоро узнаем. Мы скоро все узнаем. Итак, мы обошли все доступные места на первом этаже. Но нигде не видели ту странную девушку. Должно быть, она убежала наверх. Мы пойдем дальше, на второй этаж. Если подумать, она могла вернуться на второй этаж. Что? Почему? Например, если что-то забыла, или у нее осталось незаконченное дело. Хорошо, проверим еще раз. Судя по всему, ты тоже не нашла ее. Проверить все равно стоило. Пора подняться на этаж А. То есть тут все уже? Мы уже все исследовали, нас просто отправили на третий этаж. Мы проверили все незапертые комнаты на третьем этаже, но загадочной девушки нигде не было. Странно, куда она пропала? Может быть, спустилась на первый этаж? Но мы все осмотрели, ее там не было. Мы могли разминуться. Школа имеет лестницы на западной и восточной части здания. Хорошо, спустимся и осмотрим все еще раз. Но перед тем, как мы пойдем... Тебе страшно ходить по школе, где могут обитать призраки? Яска сказала, что гневный Юкай приходил в полночь, так? Когда другие призраки могут тоже появляться в этот час? Да, полночь остались считанные минуты, нам стоит поторопиться. Так, скоро? Да, что? Кадум, тебе не кажется, что время в этом месте что-то как-то быстро? Да, точно, это все силы призраков, это они повелевают времени. Мы попали уже в временную петлю. К нам наступит полночь, мы всегда останемся в этом временном промежутке. Для нас будет... Эта ночь будет вечной. Ох, ты тоже это заметила? Мне тоже это кажется странным, но я не хотел беспокоить тебя лишний раз. А что если школьные аномалии появляются, когда в Сейшинако почти никого не остается? Звучит жутко. Будто школа поймала нас в ловушку. Ловушка Джокера, захлопнулась. У меня плохое предчувствие. Нам нужно поторопиться найти остальных. А где третий... Давайте осмотримся. Здесь есть как запертые, так и незапертые помещения. В любом случае часто они не представляют интереса. Понятно. Пойдем на первый обратно. Вдруг в конце коридора первого этажа мы увидели знакомую фигуру. Хрючий? Что он там делает? Привет, ребята. Яска сама собирает всех власть на втором этаже. А? С какой целью? Она хочет лично доказать всем, что призраков не существует. Скорее приходите. Доказать, что призраков не существует? Нет? Нет, больше меня сейчас волнуют вовсе не ее придумки. Хрючий? Да-да. Почему ты подчиняешься Яске? Разве не видишь, что он не нужен ей? Ты ошибаешься. Я сейчас как никогда нужен герой. Герой? Именно. Она хрупкая девушка, которая боится показывать свою слабость. Ей необходимо крепкое мужское плечо. Да, тут прям целых два плеча крепких муж... 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 Мужких. Мужких. Таких сочных, знаете, крепненьких плеч. Если бы ей не нужен был Яске сама, то она изначально не стала приглашать меня пойти с ней. Однако она это сделала. Есть ли другие причины, по которым ей понадобился такой, как я? Ну... Я осознаюсь, что и мной пользуются, но совершенно не против. Просто хочу, чтобы она перестала бояться. Бояться? Чего? Разве не очевидно? Тому, что школа поглотит ее душу в ночи. Ты говоришь об аномалиях? Да, Яске сама боится признать, что она нереально. Скоро она в этом убедится. В этот момент я должен быть рядом, чтобы помочь ей. А, чего-то я заболтался. Мне нужно скорее провести всех, пока Яске сама на меня не рассердилась. Воу. Значит, даже Яске боится. Очень любопытно. Так или иначе, Хрюч сказал, что скоро она убедится в реальности призраков. Мне интересно, что произойдет. Блин, такой... Блин, как же мне интересно. Сейчас... Сейчас, как же мне интересно, что здесь произойдет. О, блин, поскорее бы что-то произошло. Такой трикстер, блин, просто загадочный Суси. Тогда идем в класс на втором этаже. Думать о Яске. Получается, Яске отказывается в верить призраков, потому что боится их? Ну, если ей страшно, зачем она вообще пришла? Интересно, заметили? Яске когда-нибудь забыл о Хрюче. Несмотря на внешность, у этого парня доброе сердце. Если это любовь, надеюсь, что у них все будет хорошо. Конечно, конечно. Ну, пойдем. Так, думать о Кадуме. Ну, Кадум. Ну, Кадум. Мог ли Кадум пригласить меня по той же причине, что Яске взяла с собой Хрючье? Страшно было бы ему ходить по ночной школе в одиночку? Думать о... Спрошу его потом, когда эта ночь закончится. Зайти в класс. Собравшись с духом, я коснулась двери. Удивительно, что Яска и Хрючье имеют противоположный взгляд на существование призраков. Тем не менее, они объединились и пришли в школу вместе. Но о чем говорил Хрючье, упоминая, что скоро Яска увидится в реальности призраков? Ай, ай, ай. Тебе помочь закрыть дверь? А, вовсе нет, просто задумалась. Каково было мое удивление, когда в классе нас ожидал кое-кто еще? Привет! Вас тоже заинтриговал и пригласили сюда. Санака, Чика, Эчика, Качика, Качик и Аруя? Какого черта тебя это удивляет? Мне казалось, что тебя не интересуют призраки? Много думать вредно ли... То есть, кто это говорит? Это она говорит, потому что написано Ай? Понятен намек. В класс резко ворвался Хрючье. Яска сама, я собрала всех, кого встретил. Та соскользнула с парты и встала перед нами. Отлично. Значит, мы готовы. Дамы и господа, сегодня каждый из нас пришел сюда, чтобы увидеть одну вещь. Призраков, слухи о которых заполонили эту школу. Однако эти байки распустила кучка пустоголовых идиотов. Знаете, почему так произошло? Дело в том, что ночью мир воспринимается вовсе не так, как днем. Они принялись за аномалии самые обычные вещи. Проблема в том, что рядом с ними не было никого, кто мог бы ткнуть им логикой в лицо. И поэтому сегодня будем ходить по Сейшнаку все вместе. Чего? В этом и стоит ее план. Вы станете свидетелями зрелища, что в школе ничего страшного нет. А завтра утром поможешь мне рассказать и остальным кретинам, что как же прошла эта ночь на самом деле. В сканале мы должны тебя слушаться. Я не собираюсь делать ничего из того, что ты сказала. Ну ладно, что пришла, тогда иди отсюда. Ходить завтра и рассказывать мне так лень. Эй вы, разве это не лучший вариант? Мы же не собираемся просто ходить по школе, чтобы завтра об этом молчать. А если что-нибудь пойдет не так? Что по-твоему должно случиться? Например, если объявится призрак, что мы будем делать? Ты вообще меня слушала? Блондинка крашеная. Дай ее. Эти слухи распространяют тупо головой кретины. Я тебе не блондинка крашеная. Да? Но знаниями-то явно не блещет, раз хватает ума говорить такое. Еще драка будет, драка будет. У-у-у, женская драка. Эй, это уже чересчур яско. Пока ребята спорили, я посмотрел на ее спутника. Он молчал, а из-за света с луны, падающего на очки, я не могла разучать выражение воли. Глаз в данный момент. Лишь по словам, кто-то муртует, в рассуществе левой ноге, стало понятно, что Харю сейчас напряжен. Он чего-то ждет? What the fuck? Вдруг из коридора послышался чей-то вой. А, ребята, вы слышите это? Но мои слова утонули в потоке выкриков. Я пытался прислушаться снова и в этот момент, в распахнувшуюся дверь в классе, кто-то вошел. А-а-а-а! На секунду в помещении воцарилась тишина. А затем... А-а-а-а! А-а-а-а! Что это такое? Мы все в ужасе таращились на огромное нечто, стоявшее в проходе. Нифига, демонюга, блин. Это не призрак, это демон какой-то. Без паники. Я уверен, он ничего нам не сделает. А-а-а-а! А-а-а! Тебе конец. Дальше ты не сделаешь ни шагу. В руке Аруи была огромная длинная палка с перебинтованной серединой, за которой она держалась. Она сделала глухий вдох и сказала... Умари, щиты! На следующий момент бандинка бросилась на чудовище, но... Палка разотелась на части от соприкосновения с монстром. Оно взвыло. Ты оказался крепче, чем я предполагала. К сожалению, это были последние слова девушки. Монстр резко схватил Аруи и прижал к стене, смотря ей прямо в глаза. Т-т-т-дверь открылась, уходим! Все побежали к выходу, а я осталась на месте. Я с ужасом смотрел на происходящее. Ты-ты... Ублюдок! Гореть в аду тебе мало! Жесть! Ничего себе! Ничего себе! Монстр засунул свою костлявую лопищу прямо в рот девушки. У Тэна глаза навернулись слезы. Он долго что-то делал внутри нее, а затем... Чудовище стало с ужасной силы тянуть Арую за язык. Подождите, он что, пытается оторвать его? Ты что, тварь? Чем больше он натянулся за язык, тем больше девушка издевалась. Мое тело полностью оцепенело наблюдать за ночным кошмаром. И тогда... Бац! Брошенной силой стол зателся со спины монстра. Ууууу! Чик, бодовой! Нифига, у него ручи сейчас он просто... Бам-бам! Одно лево-право, лево-право. Я перекучил... Бам! Двоечку ему. Я обернулся и видел хорючий, державшего еще один стул на готове. Что ты делаешь с девушкой, животное? Монстр взвыл и бросился на парня. Воспользовавшись моментом, аруя освободилась и кинулась на монстра с поднятым куском палки. Дальше не успел ничего понять. Когти и монстр резко пронзают человеческую плоть. Струя крови начинает быстро стекать из места удара, падая на полкласса. Глаза жертвы раскрываются в немом изумлении, а рот застывает в беззвучном крике. А затем ее сознание начинает угасать. Аруя... Жесть. Отрубленная рука валялась на полу перед девушкой, скорчившейся от боли. Чудище вновь замахнулось на жертву, но тут... Еще один стул ломается тело монстра. Бери ее и беги, отвлеку его, ай! Аруя, идем! Бро, нефига. Она еще после этого выживет? Обалдеть. Что происходит? Экшен какой-то начался резко. Бунтарка пришла в сознание. Из последних сил она подняла голову и взяла мою руку. Мы бежали сломя голову по коридору. Далеко-далеко от творящегося ужаса. Но напоследок мы услышали... Прости, хрючая. Я оказался слишком глупый, чтобы понять, как спасти всем нам. Мы добежали до бестибюля, где уже были ребята. Входная дверь закрыта. Как нам выбраться? Очевидно, тупица. Бежим через окна. Думаешь, что так просто? Окна... Окна... А? Погодите, я не вижу ручек на них. Выбивай. Их там никогда не было, чтобы дети не выбегали. Ломай. Но ведь тогда прибежит охранник. Какое до него дело? Он нас не спасет. Мы умрем, если не сделаем этого. А что, если охранник на самом деле оборотень? Это он и есть. Он пришел наказать детишек. За их проступки, блин. Негодяев. Нет, постойте. Бить стекло опасно. У нас нет другого выхода. Наши взгляды встретились. Ай, ты помнишь ключевую арую? Точно, задний вход через столовую. Я пошарил рукой сквозь одежду обмякшей бандитки. Нашла. Бежим, пока нас не покарали. Просто оставьте меня здесь. Вымирать во сне не больно. Не говори глупости. Ты спасаешься с нами. Да ладно, может он уже... Он уже сделает свой выбор. Оставьте его. Оставьте его позади. Ему уже вообще по барабану. Он уже настолько преисполнился в этой жизни. Что лучше ему остаться здесь навсегда. Испуганно оборачиваясь на каждый шум, доносившийся из-за наших ушей отовсюду, мы бежали в столовую. Путь для спасения оказался невозможно долгим. Котом схватил связку и попытался сообразить, какой из ключей открывает замок. Кажется, нашел. Он вставил. Он вставил. А? Не подходит? Пробуй другие. Я... Я знаю. Давай, бруя, я в тебя верю. Мы обязательно спасемся. Обязательно... Мы обязательно выживем. Раз за разом он пробовал разные варианты. И тогда... Бесполезно. Ни один не подходит. Что? Ну как тогда, оруя? Мы ошиблись? Это не ключи от столовой? Вы что, смеетесь? Так и знала, что ни на что никого нельзя положиться. И в этот момент кто-то схватил стул. Я посмотрел на сторону шума. Скорее в окно. А? Снаружи школы... Не было ничего. Что? Что это такое? Где двор? Почему мир... Пропал? Блин, на этом кадре она прям один в один. Как не знаю, как... Ладно, я знаю. Я не говорил, кого он напоминает мне. Но она прям один в один, как Цумуги Шарагана. Я не знаю, прям... Она мне сразу понравилась своим дизайном. Такая... Прикольная. Я, конечно, нашел момент, где это... Подчеркнуть. Но на самом деле, вот это освещение прям очень делает ее похожей. Это безумие. Что происходит? Школьные аномалии зашли так далеко? Может, это все блеф? Обман зрения? Эй, ты пробуй прыгнуть туда. Чего? Я не буду этого делать. Твой куриный мозг заработал не очень... Очень не вовремя. Что нам делать? Не знаю, но одно ясно точно. Школу не хочет нас отпускать. Мы попали в ловушку. Мы в ловушке. Страшное слово, заставляющее кожу покрыться мурашками. Мы не можем выбраться. Это предельно ясно из того, что с нами происходит. Если так, то нам остается только лишь принять свою смерть. Дед, я не хочу умирать. Но что я могу сделать? Ничего. Я не хочу. Не хочу умирать. Не хочу. Спасите меня. Так вы просто сдаетесь? Мы подняли наши полные отчаянием глаза на внезапно заговорившую девушку. Боже, вы совсем не затепы. Возьмите себя в руки. В конце концов, вам повезло оказаться в этой ситуации вместе со мной. И что ты сделаешь? И что ты сделаешь? Да, ты знаешь, как нам выбраться отсюда? Конечно, я этого не знаю, но еще бы давно спаслась. Но никто из вас не знает тоже, поэтому кому, как ни мне, гениально ясно взять все в свои руки. Прямо сейчас мы не в состоянии спасти себя. Однако есть кое-кто, кого мы можем спасти. Я говорю об Аруе. Отведите ее в медпункт. Точно из-за этой суматохи, если я забыла о ее ране, я перевернула взгляд на ее еле дышащую Арую. Скорее, иначе может не успеть. А я тем временем подумала о нашем побегах. А подождите, у нее кровь из-под одежды? Что случилось с этой девушкой? Сейчас не время, нужно обработать ее рану. Точно, простите, надо поспешить медпункт. Но ведь он закрыт, не так ли? Мы проверили все открытое помещение в школе. Ключи мы до сих пор не поняли, от чего они. Может ли один из них открывать медпункт? А, да, верно. Время проверить загадочную связку. Думать, самое время подумать об Аруе. Держись, Аруе. Хотя ты вроде неплохой человек, но без страха первая бросилась на того монстра. Это случилось из-за нашего бездействия. Мы должны были быть признательными тебе за храбрость. Спасибо. Оригото. Лишиться кисти, это ужасно. Надеюсь, у орудий тут найдутся силы, чтобы пережить потерю. Так, мы пойдем дальше. Сейчас проверим. Нифига музыка такая чил стала. Хотя у нас буквально тут призрак на каком? На втором этаже, нахуй. Ну да, на втором этаже сверху, на найм буквально. А мы такие, что стоит тут, чилим. Это было даже проще, чем я ожидал. Ура, аптечка! Медик! Нужен хил. Нужен хил срочно. Внутри мы быстро нашли бинты и замотали ее рану. Странно, кровь к этому моменту почти не капала. Также мы дали ей обезболивающую. Вот так. И теперь ей нужно отдохнуть на... А? Казалось, медицина чудесным образом повлияла на орую, поскольку ты открыл глаза и встал из кушетки. Какого черта? Тише, тише, милая. Тебе лучше не двигаться. Не собираюсь я этого делать. Мне нужно идти. Но ты серьезно раненая? Да правда, что ли? Каким образом это меня должно остановить? Настоящая сигма, настоящая сигма. Не выпущу, даже не думай. Слышь, ты! Балладинка попыталась замахнуться левой рукой, чтобы брать балладинку с дороги. Но скривила зубы, кажется, почувствовав боль в месте ранения. Тебе сейчас нельзя делать резких движений, приляг. Почему вообще здесь, а? Потому что сбежать невозможно. Чего? Послушай, он говорит правду. Это место словно зачаровано, проклято, запечатано. Мы будто перенеслись в другое измерение. Что вы, черт возьми, несете? Вас то чудище башкой об стенку ударило. Чудовище. Понимаешь? Мы не врем тебе. Даже если так. Отлежание на одном месте ничего не изменится. И это твоя аргументация? Лежи, пока хуже себя не наделала. Яска, ты так быстро вернулась? Я еще не нашла решения проблемы, чтобы вы знали. Но, думаю, у меня есть мысль, что можно сделать. Я бы хотел зайти в одно закрытое место, поэтому мне, скорее всего, понадобится та связка, которую вы так кричали. Думаю, вы не откажете, раз я уж тут стараюсь для всех нас. Конечно, держи. Кстати говоря, у меня есть для вас сюрприз. Сюрприз! Эй, можешь заходить. Хрючий, жив? Как ты выжил? No way. Как ты выжил? Всем еще раз привет. Ну, подожди, как? Я думал, тебя сорвал тот монстр. Честно говоря, я сам не знаю, как все так получилось. Может, он призраком стал? Мне кажется, он стал призраком. Не стесняйся, выкладывай. Да нечем рассказывать. Сначала я кидался стульями и привлекал внимание существа. Но после того, как я убежал Айя и остался один на один с ним, мне стало по-настоящему страшно. Я сжался в углу, моля Бога, чтобы остаться в живых. И в тот момент до чудища будто дошел его глаз. Он просто внезапно ушел, и все. Побойся Бога, как говорится. Побойся Бога, чудище. Просто ушел? Я говорю серьезно. Он сам не понял, что произошло. Это очень удивительно. Тебе стоит благодарить удачу за тот случай. Подождите. Я не понимаю, почему монстр передумал? Так или иначе, я какое-то время еще не решался выползти из угла. А когда вышел, то встретил яску сама. Как же я рад был видеть, что она в порядке. Думаю, ты радовался вовсе не тому, что не пострадала будущая спаситель твоей тушки, а очередной глупости. Еще я вообще трачу время на тебя. У меня есть миссия поважнее. Я с вами, я с Ксома. Конечно, дураками всегда везет. А ты что, больно умная? Больно умная, видимо. Это твоя благодарность. Тебе стоит сказать спасибо, Хрючус и Ай за спасение. Спасение? Обойдутся. Это даже не была опасность. Так, неприятность маленькая. Да ты могла погибнуть-то? Я не просил вас меня спасать. Если мне суждено было убирать, то пусть. Не хочу быть перед вами в долгу. И это ее причина? Ну чисто, ну база, база. Я лучше умру, чем буду должна вам до конца жизни своим спасением. Ха. Тебе плохо? Пожалуйста, ложись. Какая вежливая принцесска, блин, не знаю. Ладно, только уйдите все отсюда. Не надо за мной ухаживать. Я останусь. Мой дорогой здесь спит. Санако уже давно лежал на соседней койке, дрыбь с задних ног. Плевает, меня не трогает. Ясно тебе? Конечно, конечно. Я просто примерю тот костюм медсестры с вешалки. Это вовсе не связано с твоим положением. Ах, он всегда манил меня. Наконец-то появился шанс его поносить. Ты вежливо хочешь остаться? Ага. Тут у меня будет больше, чем от участия в поисках выхода. Тогда берегите себя. Кричите, если чего. И вы тоже? Это обещание? Конечно. И вот мы снова вдвоем. Что будем делать? Мне интересно, что придумал Ясука. Резонно, давай найдем ее. Пойти в спортзал. Я вспоминал, что ей нужны были ключи для запертой комнаты. Это не может быть спортзал. Но это все еще может быть комната внутри него. Подсобка для спорт инвентаря. Зачем понадобилось отправляться туда? Может она пытается выбраться из школы при помощи физической силы? Ладно, давай проверим. Никого. И иногда отрицательный результат тоже результат. Ага, теперь мы знаем, что там никого нет. Давай проверим все двери в коридоре. Здравая мысль. Возможно, Ясука отперла какие-то из них. Мы стали по очереди следовать двери. А? Вот это открыто. Это ведь обычно классная комната. Что Яске вам понадобилось? Давай посмотрим. Внутрь никого не было. Не понимаю, где она? Не вижу никаких следов ее пребывания. И вроде в комнате нет ничего необычного. Тогда зачем Яска пыталась ее открыть? Спросим, когда встретим. Пойдем поищем где-нибудь еще. Так, я смотрю первый этаж. Комната охранная. Но я не хочу туда заходить. Если охранник доложит от нас, мы можем быть исключены из школы. Это сейчас важно? Это сейчас реально важно во всей этой ситуации? Ну пойдем на второй этаж тогда. Мы снова вступаем на второй этаж, где творился кошмар. Мне любопытно заглянуть в тот класс еще раз. Давай смотрим второй этаж. Мы прошлись по коридору, проверяя, не открылись ли новые комнаты. И как на первом этаже открыта пара новых учебных классов. Ммм, это очень интересно. Что такое? Ты что заметил? А ты нет? Присмотрись внимательнее. Куда? В новых доступных нам классах есть кое-что, чего мы не видели ранее. То, чего не было. Что это? Горшок? Часы? Ты о часах? Нет, они есть везде. Я показываю, что оно и то же время. Время остановилось? Так, что-то на учительском столе. Кажется, на меня появилось что-то новое. Ммм, что это? По-моему, то же самое, что и раньше. Ничего особенного. Нах, ты прав. Зеркалы. Бинго. Зачем Яске открывать классы с зеркалами? А мы уверены, что их открывает Яска? На что ты намекаешь? Она пошла вместе с Хрючем. Как-то странно все это. Так, мы пойдем в класс. Но когда я вошла туда... А? Класс был ровно таким же, как до инцидента. Как только возможно, разве здесь не должно быть полного разгрома? Ай, посмотри на пол. Я опустила взгляд. Сломанная палка? Это та, которая отковала Аруэ? Тут лежит несколько ее частей. Присмотри внимательно. Тебе не кажется, что это что-то лишним? А? И правда, была среди обломков странно выглядящий кусок. Древесина будет совсем другая. И форма сечения палки не круглая, а квадратная. Что это такое? А ты не помнишь? И тогда... Бац! Брошенный силой стул разлетелся по спину монстра. Это часть стула? Кто-то прибрался в этой комнате, пока нас здесь не было. Он поставил новый стуль и привел класс в прежний вид. Я не понимаю, зачем кому-то делать это? Не знаю, но он явно здесь находился довольно долго. Человек, который остался в классе, погоди. Но ведь это же... Хрючи! Так, в чем же... В чем же подвох? И правда, он говорил, что долго сидел здесь, пока не пришел к нам вместе с Яской? Нет, меня напрягает не только это в ее поведении. Я сама боится признаться, что они реальны, но скоро она в этом убедится. Лишь по словам, кто думал в рту и трясущийся левой ноге, я поняла, что Хрюч сейчас напряжен. Он чего-то ждет? Не успел я подумать, как вдруг из коридора послышится чей-то бой. Все это время Хрюч вел себя так и говорил, словно знал, что произойдет. Затем он без капли страха напал на монстра и выжил, не получив ни царапины. Я сомневаюсь, что все это простое совпадение. Хочется сказать, что он знает куда больше, чем говорит нам. Будет полезно найти его и спросить обо всем. Тогда мы должны скорее найти его Яску. Девочка, привет! Что? Ты видела? За ней! Мы побежали на лестницу, где только что метнуло лицо странной девушки. Девочка, стой! Где она? Кажется, туалеты. Какие-то дырки. А что это за дырки? Или что это за рисунки такие? Сомнительного характера. Внутри помещения было тихо. Я сделал шаг вперед. Что от меня нужно? А! Я испугалась, когда она вышла из-за угла. Мы хотим знать твое имя. Имя? Меня зовут Шизо Саки. Шизо Саки. Если это все, тогда... Подожди. Кадом закрыл дверь в туалет, перекрывая путь побега девушки. Ага. Пожалуйста, выпустите меня. Не забирайте меня здесь снова. Бедная девочка. Булили в туалете. Я запираю в туалет постоянно. Что? Мы даже не думали об этом. Не забирайте меня. Прошу вас. Я сделал все, что угодно. Пожалуйста. Не забирайте меня. Не забирайте меня. Не забирайте меня. Не забирайте меня здесь. Девушка схватилась за волосы и присела на пол. Кадум, открой дверь. Парень поколебался, но в итоге выполнил указание. Смотри, мы оставим ее открытой. Жесть. Крейзи, реально шиза. Послушай, мы думаем, что ты что-то можешь знать о происходящем. И были бы рады, если ты поделишься с нами своими мыслями. Мыслями? Да, например. В разговоре Шизосаки нужно быть очень аккуратным, кажется, он легко заводится. Наверное, нет смысла спрашивать о чем-то общем. Сначала нужно понять, как спастись от аномалий. Один наш друг подвергся нападению. Он атаковал монстра, надав нам сбежать, а затем остался с ним один на один. Он сказал, что ему было очень страшно находясь перед чудищем. Однако монстр просто развернулся и ушел, оставив ее целым и невредимым. Наш друг сам не знает, что произошло. Может быть, ты... Ложь. Такого не могло произойти. Никогда не в этом месте. Почему? Хочешь сказать, что он нам соврал? Вы... Вы не верите мне? Нет, но мы... Конечно, кто будет верить словами, такой, как я? Я никто, мне не должно существовать. Я должна третать себе язык за то, что осмелась высказать подобное. Ты ни в коем случае не должна делать что-то такое. Никто мне не верит, никогда и ни за что. Прежде чем поняли, бормотавшая себе под нос, девушка выскочила из туалета и побежала по лестнице. Кажется, когда она за чем заводится, она теперь остается слышать все вокруг. Однако мы смогли узнать кое-что важное. Ты о ее словах? Они не дали никаких ответов, лишь больше запутали. Тем не менее, она говорила искренне, словно это правда. Это еще не значит, что все так, как думает Шизосаки. Не веришь ей? Мы встретились в противоречии. Кто-то из тех, кого мы встречали должотно. Можно ли просто поверить словам странной сумасшедшей девушки? Я не знаю. Но случай с Хрючей обрастает все большими загадками. Да, нужно найти ее как можно скорее. Думать о Шизосаке. Не сложно понять, что у этой девушки на уме. Однако слова Шизосаки мне оказались искренними. Как искалка дума, не все то, во что по-настоящему верит человек, может оказаться правдой. Этот случай достаточно сложный. Выйти из туалета. Итак, остался последний этаж. Яска должна быть где-то здесь. Смотри, кажется, библиотека открыта. Думать о Хрюче. Если я права, он будет внутри. Я должна быть готова раскрыть правду о нем. Так, я готова. Вперед! Дверь медленно отворяется, когда я открываю ее. Полутемное помещение, освещаемое лунным светом из окна. Я сразу замечаю Хрючей, обернувшегося на нас. Ремята, вы не поверите, что я нашел? Для начала Хрючей... Объясни, зачем ты наврал? Что? Про что вы? Во, а ты спешишь с выводами? Не прикидывай сюда рука, мы все знаем. Знаете, я не понимаю. Ты прибрался в классе, где произошло нападение и принес туда вещи на замену. О чем вы? Я ничего подобного не делал. Я ведь уже рассказал, что просто вышел из класса и скоро встретился с Яск. Хватит этой чуши. Это не объясняет, почему класс изменился, пока ты там был. Класс изменился? По сути, так вы не шутите? Как Ай искала, в нем исчезли все следы борьбы. Словно, ничего никогда там не было. Как такое возможно? Мы бы сами хотели это узнать. У тебя кто был... У тебя кто был там достаточно долго? Вы спрашиваете, совсем не того человека. Девушка в очках выходит из тени библиотеки с какой-то потрепанной книгой в руке. Разве не очевидно, что все это дело рук школьных аномалий? Теперь ты в них внезапно начала верить, да? Ну, после такого, в принципе... Надо быть дураком, чтобы не верить в что-то подобное. Это же не массовая галлюцинация, правильно? И не пранк какой-то. Яска, ты тоже здесь? Нет, что более важно. Странно слышать такое от тебя. Ведь ты говорила, что все аномалии просто слухи. Я передумала, как же она переобулась. Красава, красава, респект. Что? Я провела эксперимент, чтобы видеть доказательства своей теории. Она пришла к ровно противоположным результатам. Не стоит их игнорировать. Я ведь не глупая. Но это правда, на самом деле. Зачем стоять на своем, если ты буквально бил своими глазами, что произошло? То есть ты... Аномалии действительно существует в этой школе? Это нельзя отрицать после случившегося? Так что, скорее всего, увиденные вами относятся к тому, что происходит в Сейшинаку. Ну, это... Ее слова звучат логично. Почему я удивляюсь странностями в этой искаженной реальности? Яска сама, вы моя спасительница. Досадно, что тебе не хватило мозга, чтобы возразить им. Прости, Хрюч, я зашла слишком далеко. Ничего, я не обидчивый. Понятно. Теория разрушена. Теория раз... Хотя, подожди. Хотя... Я почему-то верю в Шизосаки. Она выглядит как... Выглядит как... Честный персонаж. Мне нравится. Кстати, перед этим спортом ты сказал, что он нашел что-то. А, да, посмотрите. Куда? Это ежемесячная газета Сейшинаку от клуба журналистки из апреля этого года. Обрати внимание на статью о клубе оккультизма. Салима Блэкберг, глава клуба оккультизма, заявила потерю сильнейшего амулета, защищающего от злых духов, нашедшим просьбой обратиться. Так, это неинтересно. Ну как? Разве я не полезен? Честно говоря, я не понимаю. Как же? Если мы найдем этот амулет, то получим в свои руки мощнейший магический щит, доверенный самой Салимой Блэкмара. Но мы не можем быть уверены, что сейчас он где-то в Сейшинаку. А, это слишком пессимистично. Я показываю вам соломинку, ведущую к Надежде. Надежда! Было бы здорово, действительно, надо заполучить этот амулет. Спасибо за информацию, Хрючий. Будем глядеть в оба. Его не может найти вся школа днем. Мы в этих потемках? Ты посмотри, какой он прекрасный. Нам обязательно нужно найти его. Тем более, он действительно может нам пригодиться. Не знаю, у меня не было доверия к этой Сальме никогда. В общем, я решил, мы идем искать амулет. Блин, нифига. Босс, а меня не хочешь спросить? Женщину забыли спросить. Твой вариант нас не спасет, понимаешь? Тогда нам будут нужны ключи. Яска не хочет задолжить? Яска, которая внимательно разглядывала какую-то старую книгу в кожаном переплете, недовольна на меня взглянула. Нет. Потеряете, а мне потом перед бандиткой ответ держать. Но... Все, удачи вам. А мне еще надо спасти ваши шкуры. И скрылась от наших глаз за стеллажами. Яска сама, вы куда? Ребят, думаю, вам лучше уйти, чтобы не злить Яска сама. И побежал за ней. Пора искать медальон. Пошли. Куда идем-то, блин? Мы все уже осмотрели, ничего не нашли даже. Кстати, тебе же интересны все эти мистические штучки. Почему тебя не заинтересовал медальон? Я думаю, не существует абсолютно защиты от такого-то мира. А вдруг? Никогда ведь не узнаешь, пока не попробуешь. Что более важно, где мы будем искать? Я чувствую, что он где-то рядом. Договорить он не успел. Вне зная, кто встретится, выходит к нам. Ай. А где медпункт? Почему ты не в медпункте сидишь? Почему ты ушла? Почему ты пришла к нам? Ой, ребята, вас как раз ищу. Что случилось? В общем, я сидела в медпункте. Все спят. Вдруг какой-то топот прям сверху. Над медпунктом там биологический класс. И мне так хочется в него заглянуть. Но ведь страшно. Почему не сходите проверить? Спасибо. А ты не хочешь сходить в медпункт? У тебя там парень спит. Ну и что? Я уже его... Уже его атаковала во сне? Это какую атаку она подразумевает? Ну, раз атаковала, то... Пускай... Пускай спит. Радостная чика понеслась к вас в биологию. Давай проверим, есть ли там муглет. Мне показалось, что это зомби. Нифига у них тут, блин, манекен стоит. Человеческий. Осторожно, заходим в класс и начинаем осматривать его. Куча цветов, склянки с всякими червями. Старый обшарпанный манекен. Ночью это смотрелось пугающе. Бууу, призраки, выходите. И тут ничего нет. Да ты чего нос отпустил, заяц? Надеем мы эту вашу везде лужку. Кстати, а чего она? Чика эротично оперлась о парту возле Кадума. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, эротично-то какой. Амулет от призраков говорил же. Точно, точно. А вы слышали историю о сумасшедшем биологе? Нет. Ой, она такая забавная. В общем, лет 10 назад ущель биологии влюбился в свою ученицу. А вот той парень был и... А, он убил парня прямо в школе, расчленил, а останки засунул в манекена в этом кабинете. Тот потом ошел, наверное, и загрыз его прямо на уроке. Эта история не забавная и даже не страшная, но не логичная. А почему запаха трупа никто не почувствовал? Не знаю, не знаю. Впрочем, это же просто байка. Она, пританцовывая, побежала к манекену и приобняла его за талию. Может, не надо? Может, не надо? Где вы? Чика! Эй, Чика! Эй, Чика! Остановись, пожалуйста. Может, не надо? Да и разве может этот красавчик кого-нибудь покусать? Вы только посмотрите в его честные добрые глаза. Наверное, она так шутит. А широкие плечи и мощные руки? Да это же настоящий Аполлон, герой древнегреческих мифов. Где у него руки-то? Она странно себя ведет, словно ее с цепи спустили. Ну, она только что атаковала, мне кажется, у нее просто шило в заднице, ничего не успокоилось. Она-то атаковала, ее никто не атаковал. И вдруг Чика закидывает ногу на манекен. Ее лицо так близко к нему. Нашла нового парня? Возможно. Но мне кажется, даже он будет более активным, чем Санако. Правда, сладкий? И поцеловала манекен в губы. Это как-то уже... Может, ее лучше оставить тут? Купились, купились. Думали, что я уже совсем чокнулась, да? Ну, чуть-чуть. Самую малость. Юмор у тебя, конечно... Я, конечно, люблю крепкие мужские плечи, но не настолько же. Тебе надо посмотреть на хорючие. У него видела, видала какие-то здоровенные руки. Мне кажется, это чисто твой типаж. Настоящий храбрец и герой, и просто красавчик. Манекен куда-то пропал. Где? Чика дошла от манекена. А? Вдруг манекен срывает с места и хватает девушку. Э, отпусти. Опять призраки. Нужно уйти. Бежим. Мы же не можем вставить. Кадум выбежал из химии. Вот Кадум. Ну, какой же он Кадум, реально. Какой же он Кадум. Все, я все ждал. Я всю игру ждал, пока, когда его имя все-таки сыграет какую-то роль. Вот Кадум, реально. Вот Кадум. Почему он бросил... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, как в ситуации с Аруей. Я оцепенела, молча наблюдая за трагедией. В этот раз рядом нет хорючия. Может, Кадум побежал за подмогой? Может, прямо сейчас он влетит в кабинет и спасет нас? Нет. Нет? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Никто не придет. Почему я оказался здесь? За что? Прямо сейчас щеку дерут прямо на моих глазах. Лучше убежать, как Кадум. Я не могу поступить так. 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 Нужно действовать. Черт, была не была. Я кинулась на манекена. Пнула его еще и еще и еще. Со всей дури била по рукам. Откуда у него... У него не было рук. Чем он тебя хватает? У него не было рук. У него нет рук. У него обрубки. У него, блин, нет рук. Отпусти. Не знаю, что со мной. кровь бешено стучит в висках всего как будто пылает разбушивавшийся в душе огонь придает силу никогда не чувствовала себя так опёрся стену это столкнула ожившую пластмассу на пол есть его хватка я не понимаю какая чем хватает своими культ тяпками чика тоже упала но отдельно от него ничего не остается кроме как немедленно схватить ее руку бежим я полетела испуганно блогнике так и оставалось что нести след за мной слышу грохот за спиной не оборачивайся просто бежим нас не догонят нас не догонят мега отсылка нужно оторваться где-нибудь спрятаться смотри учительская открыта но на том пороге нас встретила ты снова испуганно захлопну дверь прямо перед носом слышу звук поворачивающегося замка открой пожалуйста за нами а из поворота уже виден манекен который несется прямо прямо на нас шизостаки открой дверь бежим наш забег продолжается чувствую как постепенно сбивается дыхание моей спутницы тоже накрасная как рак впереди показалась лестница на пора разделиться какая раз какой разделиться вы что с ума сошли куда разделиться и рванула наверх я даже ответить не успел им бегу вперед дальше и дальше вроде бы уже не слышу грохот манекены хотят не повод останавливаться о открытый класс если все не везет фух ноги сводит чувствую как адреналин все еще наворачивает круги по путирующей кровеносной системе надо дышаться я решаюсь пройти по классу на такой странный нет ни одного стула кто их вынес только в центре в городом одиночество стоит учительский стол а на нем да ладно я не верю тру свои глаза это же тот амулет из школы школьной газеты вот так просто он просто случайно попал мои руки свалился с неба какое совпадение есть та статья все же не придет то мы спасены нужно срочно найти к думая думать о чике также найти чику ох надеюсь манекене добраться не чика показалась мне хорошей девушкой правда не поняла я пошла шутку с манекеном какие у нее были причины совершать этот поступок неважно просто персонаж такой персонаж такой осторожно покидаю класс слава богу за дверью не было никаких сюрквизов так и следует второй этаж я решил пройтись по второму этажу такое чувство будто и не было никакой погони грабовая тишина убийственно я бы сказала новых дверей не открылась кстати надо проверить учительскую закрыто интересно что за кище там надо постучать что сакис на меня слышишь я хочу чтобы знала закрывать двери перед людьми не хорошо нас могли убить молчит меня тоже нет слов пойдет на третий этаж чики стой подняться наверх чтобы найти чику я преодолеваю пролет моя нога останавливается в шаге территории третьего этажа когда я вижу вдалеке старого знакомого манекен ты гребаный кусок биоматериала смело встретиться с ним еще раз у меня пока нет хоть и писали что молит защищает от злых сил на себе пробовать как-то не хочется пусть кадум проверяет свою веру придется спуститься обратно пойдем на первый этаж может кадум решил спуститься на первый этаж и царство умиротворения в ксанаке сначала не показалось что тут никого нет однако придешь в углу заметила своего друга к думке в порядке а я да почему ты убежал я я не убегал побежал за помощью но когда вернулся вы уже куда-то делись он похож на нагнавый угол маленького кролика глазами часа многие трясутся вот одним словом просто кадум самое что есть кадумище и всех кадумов кадумский кадум с тобой все хорошо тебе страшно тебе страшно малыш чё боишься чё испугался то манекен испугался который даже рук нет вот конечно ну ну мужики пошли ну мужики джапанец хотя это куда пошли это же раньше раньше вот мужики то не было таких были настоящие сигмы были они вот это вот и у меня испугался мне не страшно кстати я бежал весь первый этаж медальон нигде нет ты искал его я внимательно смотрю на кадума внешне как не поменялся все тот же добрый парень но интонации взгляд к жесты что-то меня смущало ага и знаешь что надеюсь ты его порадует я нашла что может дать пожалуйста вроде бы ты все равно не верил в его силы я ничего он смотрит только на амулет как под гипнозом я так хотелось сделать даже спасибо не откатом останется один живых в итоге я чувствую что в итоге кадум останется один живых потому что он блин это чисто эгоист эгоист максимальный он испугался короче на очко присел и все теперь он внимательно его рассматривает слегка трет пальцем и вдруг срывается с места несется прочь а псих они бы псих а куда ты меньше мне остается кроме как бежать за следом за ним мы прилетаем над лестницей заворачиваем на втором этаже и бежим пока не фига рок заиграл что происходит кадум он у меня победа в моих руках году почему мне не слышит к нам вбегает в один из классов тот самый где мы впервые встретили злоподобного злобного духа зачем пришли сюда мимикрирующий демон я знаю что здесь сбрось оболочку явись и весь и весь что происходит ну давай же я знаю что именно ты стал причиной появления новых вещей явись явись и весь крепко жал медальон своей руке кричите понятно что что ты делаешь предстань пожалуйста мне страшно а если он действительно кого-то призовет я еще от предыдущего чудовища не отошла все в порядке все в порядке все в порядке у нее безумные глаза он смотрит на медальон как нас восьмое чудо света хватит я тебя прошу и от спине я понимаю что не становится страшно глядя на друга и вдруг стулья позади него начали кружиться отходи году я спасусь он спасет меня он защитит меня с чего такая уверенность вихрь мебели закружился по комнате их никто не спасет об кинто место с победой уходим прошу тебя ты не понимаешь что происходит у с ума сошел он там блин его на амулет поработил все конец конец game over и чезает прямо на глазах а на их месте появляется отнюдь это черный непонятно непонятно с ярко-красными глазами к думу вытягивает руку с амулетом против чудовища амулет защити меня уберись глот глаз слов господи зло из глаз моих ничего не происходит чуть не сдвинулась с этого места что очень обрадовала к думаем да работает я убедил и начал целовать амулет господи спаси время словно застыло всего за миг что-то пролетел сквозь к думая слышно ужасный скрежет последнего я думал что он блиндистый выжить в итоге он был 1 ну как мы получать 1 кинулся если он откинется конечно амулет падает из его рук лицо к думу на котором застыл шок с перемесью ужаса я кричу не слышу себя спустя несколько часов часов говорю мгновение что пролетает мимо меня исчезает коридоре я подхожу к другу нет 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 пожалуйста к дум вставая тебя молю это же шутка правда правда но я понимаю что это правда горечь во рту если вы не сдерживаю слезы вопли и ничего ничего не вернет его обе к дум обе вот его зовут я вспомнил я увидел наконец-то вы имя обе а я даже не понимаю что произошло голова плохо соображает понимаю лишь одно в этот раз не смогла спасти кого-то нет даже не попыталась подойти к думе было страшно позже какие грехи я сюда попала перед глазами просит перенес пронести события ночи всех в тумане чудовище против аруи манекены чика смерть к думаю смогу ли пережить его сегодняшнюю ночь и тут и почувствовала как кто-то положил мне руку на руку на плечо шизо сакет на этом арка вопросов подходит к концу спасибо что сыграли арка ответа выйдет этим летом то что мы будем рады если вы пробудите за нами в группе ссылка в разделе о нас история совершенно кучу не окончена вот собственно авторы и восьмидесятые вы знаете так это понятно вот в общем ребят которые сделали эту игру ну слушайте на самом деле прикольно на самом деле очень даже очень даже прикольно знаете вот отрисовка и принципе атмосфера в этой игре такая сохраняется такая жутковатая знаете довольно прикольный рисовка тоже опять же их уже два раза повторяю что рисовка тоже классные персонажи персонажи прикольные интересные по крайней мере ну сам интерес персонаж для меня это ну 1 1 из самых интересных это шизосаки очевидно хотелось бы больше не узнать ну и яско конечно же датки интересные персонажи остальные пока что кажется так ну хрючи не знаю ключи пока что суси конечно не думаю что он прям какую-то большой роль будет играть но вот яско и шизосаки они мне кажется такими ну и главной героини не знаю что будет дальше интересно тоже посмотреть что же такая игра получилась такая игра на самом деле говорю интересно интересно узнать что будет дальше надеюсь продолжат они выпуска ну продолжат сделаю продолжение короче и мы увидим что будет дальше потому что на самом деле прикольно на самом деле прикольно мне понравилось мне понравилось интересная новелла интересные что ж а на этом мы ребята с вами закругляемся на сегодня загадки старшей школы пока что закончились на сегодня но надеюсь в будущем мы сможем видеть продолжение здесь на когда-нибудь выйдет если вам понравилось тоже напишите об этом скрытие ждете ли вы в комментариях продолжения это новелла пас выглядели довольно прикольно выглядит прикольно и надеюсь что все таки все обернется удачно вот а на этом все так же если вы здесь впервые не забудьте подписаться на канал поставить лайк если вам понравилось это видео посмотрите мои социальные сети в описании или грамм-канал дискорд сервер группа вконтакте обязательно посмотрите подпишитесь и так далее и тому подобное а на этом все всем еще раз спасибо за просмотр до скорых встреч и пока